Приветствую вас и давайте попробуем подумать вместе над тем, откуда у вашего ребенка агрессия, агрессивное поведение, чем оно обусловлено и почему ваш малыш ведет себя тоже вызывающе с другими мальчиками и девочками. По обижанию вашей ситуации можно сделать такой вывод, что ребенок чувствует себя ничего не значимым, ребенок активно старается привлечь к себе внимание, активно старается показать и доказать, что он что-то может, что-то знает, чего-то стоит и эти моменты для него очень важны. Агрессия, агрессивное поведение является поведением негативной формы. Поведение негативной формы всегда продиктовано, обусловлено именно дефицитом чего-либо. В данном случае у ребенка дефицит собственной значимости и дефицит внимания к нему в сторонах взрослых. А также страх, что он не может ни на что влиять. Страх, что он вообще ничего не может сделать из того, что хочет. И с помощью агрессивного поведения мальчик пытается этот пробег восполнить. С учетом вашего химийного положения можно двигаться в нескольких направлениях. Первое направление – это в обязательном порядке мужское внимание малышу. То есть, мальчику необходимо найти своего, скажем так, кумира, на котором он бы равнялся, который не позволял бы ему делать такие вещи, которые бы как-то его ограничивали, которые бы доставили к себе прислушиваться, скажем так. И, к сожалению, для мальчика вы не являетесь сколько-нибудь авторитетным человеком, потому что вы мама. Вы женщина, и как женщина вы его шлеете, вы ему многое обращаетесь и так далее. И этот аспект мешает взаимодействию, полноценному взаимодействию малыша с другими людьми. И отсутствие, знаете, такого жесткого мужского нет и мужского нельзя. Плюс еще определенные последствия. Причем последствия здесь не имеются в виду, скажем, физические или какие-нибудь, например, какие-либо запреты. Нет, дело в отношениях. Мальчику нужно на кого-то равняться. Он перенимает чьё-то поведение. Нужно чтобы он перенимал другое поведение, чтобы он равнялся на это поведение. Ну а агрессия – это выпуск определенной негативной энергии. Понятно в результате чего появившееся. Второй важный момент, второй важный аспект, важное направление заключается в том, что необходимо его желание, желание чувствовать себя значимым, желание знать, что он востребован, что он важен, что он ценен, что он может что-то сделать, направить на созидательное русло. Для этого нужно активно интересоваться интересами мужа, активно стараться найти для него такое занятие, которое бы ему нравилось, но при этом наш сила бы характер в большей степени конструктивной, чем позитивной. Вы пишите, что, значит, нередко кричите на него. Это необходимо прекратить. Вам нужно, естественно, самостоятельно работать также над собой. Вам нужно, во-первых, пережить и отпустить смерть мужа, во-вторых, вам нужно как-то двигаться дальше, понять, что у вас есть очень серьезный, очень сильный стимул ждать, что это ваш ребенок, который активно ныдяется в счастливой маме, да, в спокойной маме, в маме, которая терпеливая, которая понимающая, которая способна направить. И для этого вам, полагаю, нужно справиться с тем последствием травмы, которая произошла у вас, когда вы потеряли своего мужа. То есть вы понимаете, что работать нужно не только с малышом, и не только подбирать к нему подход, не только смотреть на его желания и помогать ему эти желания правильно вытворять, но еще и демонстрировать ему поведение соответствующее, то есть демонстрировать ему образ поведения, образец поведения, образец правильного поведения, образец нужного, позитивного поведения, без которого, естественно, будет сложно чего-либо добиться в отношении малыша потому что ребенок смотрит в первую очередь на то, как ведут себя самые близкие ему люди, то есть вы если вы на него кричите, то, соответственно, малыш этот негатив тоже выплеснет с одной стороны хорошо, что он ее не держит в себе, с другой стороны необходимо дать ему понять и дать понять правильно, что негатив не является единственным средством, например, взаимодействия с людьми с единственным средством решения проблем и так далее я надеюсь, что в данный момент вы также для себя проработаете я бы не сказал, что вашу проблему можно вот так вот взять и решить, значит, в формате вопрос-ответ на работу, сперва с вами, чтобы привести ваше ощущение, ваши мысли в гармонию и потом уже переносить этот баланс на ребенка ну никак не иначе реагировать на выходки малыша нужно спокойно я бы сказал, не кричать на него, не ругаться, не лишать чего-либо, но показывать вам нужно ему, что для вас такое поведение является совершенно неприемлемым вот абсолютно неприемлемым вы такое поведение, то есть вам показывать ребенку нужно, что вы как бы его осуществляете морально то есть вам стыдно за него, вы сами испытываете стыд если ребенок увидит, что вы остыдитесь, не его, а сами испытываете стыд при условии его любви к вам, при условии того, что он к вам тянется, он вас нуждается он, естественно, не будет хотеть создавать такие стыдные, когда вы за него стыдитесь и вот так он реагирует на его выходки то есть не крики, да, не с какими-то наказаниями и так далее это все пройдет именно моральным аспектом, именно атмосферой ваших отношений вот вы только что с ним общались, да, были ласковыми, все он что-то сделал не так, вы тут же с ним ведете себя холодно и так далее формально вы ничего ему не делаете, формально, но ребята чувствуют изменение отношений, ему некомфортно вначале он не понимает, почему вы так себя с ним ведете, но со временем причинно-следственная связь появится и он выберет, либо он не будет хотя бы при вас уже так делать, что является определенным достижением ну, а если вы постараетесь следовать всем рекомендациям, то он и в отсутствии вас тоже не будет ничего такого плохого делать, по крайней мере, по возможности на этом все надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ буду благодарен, если вы делаете его лучше, желаю вам всего доброго и удачи